Здравствуйте! Сегодня четверг, 3 марта. В эфире новости от Максимаркетс. В этом выпуске прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. В ожидании выхода в Соединенных Штатах новых данных по рынку труда, евро-доллар продолжил предыдущие снижения и к началу американской сессии зафиксировал очередной минимум на отметке 1,0825. Опубликованные агентством ADP данные действительно показали ускорение в США роста занятости и позитивную динамику на рынке труда, что усилило ожидание повышения процентной ставки ФРС в 2016 году. За прошедший месяц уровень занятости вырос на 214 тысяч против прогноза 190 тысяч. Кроме того, данные за январь также были пересмотрены в сторону повышения до 193 тысяч. Таким образом, отставание европейской экономики от американской вновь становится очевидным, учитывая к тому же предстоящие на следующей неделе заседания ЕЦБ, на котором европейский регулятор еще более смягчит свою монетарную политику. Глава ЕЦБ Марио Драги уже высказался по этой теме, заявив, что рассматривает все возможные варианты изменения кредитно-денежной политики. Тем не менее, большинство возможных стимулирующих действий ЕЦБ уже учтено в ценах. И увеличение объема ежемесячных финансовых влияний, и дополнительное снижение депозитной ставки, и продление срока действия финансовых стимулов уже отработаны рынком. Поэтому мы не ожидаем существенного снижения евро. Нашим базовым сценарием является постепенное завершение нисходящей динамики евро-доллара и разворот пары на восходящую коррекцию. Кстати, евро вчера после выхода сильной американской статистики по труду прекратил предыдущее снижение и возобновил рост, завершив торги в плюсе на ценовом уровне 1,0867. В нашем прогнозе на четверг предполагаем разворот курса единой европейской валюты на подъем к следующим целям 1,0900, 1,0930, 1,0970, 1,1000 и выше к значимому уровню сопротивления 1,1034. Обратите внимание, завтра в 16.30 по московскому времени в Соединенных Штатах будет опубликовано изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, а также данные по уровню безработицы за февраль. Тандем важных новостей по американской макроэкономике способен повлиять на положение доллара США, расширяя тем самым перспективы заработка. Аналитики JP Morgan и канадского банка RBC предполагают в своих долгосрочных прогнозах нисходящий тренд пары евро-доллар. Следите за событиями, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Британский фонд вновь начинает чувствовать почву под ногами, оправившись от удара, нанесенного ему так называемым брекзитом, возможным выходом Великобритании из состава ЕС. Панические настроения на рынке начинают спадать, и на вчерашних торгах фунт-доллар продолжил корректировать предыдущее снижение пары. Причем даже выход Великобритании слабого индекса деловой активности в строительном секторе 54,2 против предыдущего 55, оказавшегося минимальным с июня 2013, не сумел остановить восходящее движение пары и развернуть ее на снижение. Торговую сессию среды фунт-доллар завершил на максимумах, зафиксировав закрытие на ценовом уровне 1,4078. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем краткосрочный откат пары от ее вчерашнего подъема, а затем разворот и дальнейший рост курса британской валюты к целевым уровням 1,41, 1,4133, 1,4167 и 1,42. Первое. Форекс. Телевидение. С 9 утра. В прямом эфире. Новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Максим Маркетс ТВ. Зарабатывай на новостях. Цены на золото на торгах в среду возобновили рост на фоне снижения в Соединенных Штатах основных фондовых индексов до минимального уровня 2014 года, последовавшего за сокращением объемов добычи сланцевой нефти. Кроме того, рынок золота получил дополнительную поддержку и от притока вкладов в специализированные биржевые фонды. Во вторник были зарегистрированы новые вклады металла общим объемом 10,8 тонны. Сохранился высокий спрос на золотые монеты. В феврале Монетный двор США продал монет на 83,5 тысячи унций, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Австралия также зарегистрировала продажу золотых монет на 37 тысяч унций, что на 16% больше, чем за тот же период прошлого года. Растущий спрос на драгоценные металлы позволил быкам активизировать покупки и вернуть стоимость золота от ее азиатского минимума – 1225,40 долларов в зону максимальных уровней этой недели. В результате по итогам торговой сессии на нью-йоркской бирже Комакс цена апрельских фьючерсов на золото достигла уровня 1,243,90 доллара за унцию. По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее краткосрочное сопротивление для золота проходит по уровню предыдущего локального максимума – 1,243,90 доллара за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх продолжит подъем металла к следующим целям – 1,247, 1,250 и 1,255 долларов за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне его дневного разворота – 1,236 долларов за унцию. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к сновым уровням – 1,232, 1,227 и 1,223 доллара за тройскую унцию. В нашем прогнозе на четверг ожидаем завершение текущего подъема в ценовой зоне 1,250-1,255 долларов, а далее возобновление снижения стоимости золота к вышеназванным целевым уровням поддержек. Распатывайте на новостях. Серия позитивных ключевых макроэкономических показателей, опубликованная в последние дни, восстановила уверенность инвесторов в перспективах роста мировой экономики и повысила спрос на сырьевые товары, и в частности на промышленное серебро. К тому же дополнительным стимулом для покупок металла на вчерашних торгах стала неспособность фондового рынка продолжить подъем, несмотря на выход в США довольно сильных экономических показателей. В результате металл возобновил коррекцию, и от минимальных уровней азиатских торгов 14,74 доллара за унцию устремился к достигнутому накануне максимуму. Таким образом, по итогам дня стоимость майских фьючерсов на серебро выросла на 26 центов и завершила торги на ценовом уровне 14,93 доллара за тройскую унцию. По состоянию на сегодняшнее утро, ближайшее краткосрочное сопротивление для серебра проходит по уровню недельного разворота 15,00 долларов за унцию. Если возобновится движение наверх, и это сопротивление будет пробито, последует продолжение подъема целевым уровнем 15,10 долларов, 15,20 долларов и 15,25 долларов за унцию. Ближайшая поддержка для серебра расположилась на уровне дневного разворота 14,90 долларов за унцию. Если котировки преодолеют ее, снижение продолжится далее в направлении ценовых уровней 14,85 долларов, 14,70 долларов и 14,40 долларов за унцию. В нашем прогнозе по серебру предполагаем попытку нового тестирования ключевого уровня сопротивления 15,00 долларов за унцию, а затем возобновление снижения стоимости серебра к вышеназванным целевым уровням поддержек. Первое. Форекс. Телевидение. С 9 утра. В прямом эфире. Новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Максим Маркетс ТВ. Зарабатывай на новостях.